Можно сделать следующее. Первое деление я покажу, как это делается, если хотите, а вы просто посмотрите, может быть, за анкету заполните, к примеру. Два дня общих действий, и в течение недели, наверное, мы с вами уже будем проверять, те, которые близко к другому и так далее. Среди собрались информации в отделении в Санкт-Петербурге, потом мы уже сами скоординируем процесс. Мы обработаем информацию, просчитаем, сделаем статистику. Это, наверное, просто отдельная работа по усовершенствованию законодательной базы. Но вот пока мы проверяем, то есть мы мониторили наличие нагрудных знаков, и сейчас проверяем то о том, как люди оповещаются о телефонной горячей линии, или имеется вообще возможность. А, спасибо. А вы будете с нами? Да, конечно. Мы все будем с нами. Так, а вы точно не говорите? Да, попробуйте, да. Ага. Закрыли здесь. Ага. Закрыли здесь. Ага. Ну, хорошо. Я ж не интервью даю, правильно? Нет, ну интервью у вас никто не просит. Ну, это все. Да, а вы, в принципе, как бы, сотрудник полиции, вы при исполнении сейчас находитесь в этот момент? Конечно. А скажите, пожалуйста, почему нагрудную знака не имеете в соответствии с 25-й статьей Федерального закона полиции? Потому что... Молодой человек, вы снимаете стенды, снимаете стенды. А зарегистрировать обращение можно у вас? А, зарегистрировать обращение можно у вас? Ага. Да, 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 да нет, я просто думаю, что, в принципе, этого не необходимо. Потому что у вас проблематично. Ответственно от управления адмиралтического УВД хотел бы с вами пообщаться. А, да, я думаю, что как бы сейчас, как бы желательно. Цель акции – это мониторинг приказа, который был введен министром по телефону горячей линии, да, и по наличию информации, информационного обеспечения граждан в отделении полиции, а также доступность, да, и общегласность, да, некое... Удостоверение ваше. А, ну, удостоверение – это что вы имеете в виду под удостоверением? Ну, откуда я знаю, что вы? Ну, просто, что значит, кто мы и что мы? Я гражданин Российской Федерации, этого достаточно. Ну, конечно, не надо снимать. Ну, сейчас, просто подождите. На основании, что вы в отделе полиции находитесь. Я пока не видел ваши документы. Так, подождите, сейчас давайте тогда проясним насчет того, что в данный момент... Смотрите, вот здесь есть КПП какой-либо определенный. Секундочку. Вы видите, двери закрыты. Вас пустили, с вами разговаривали. А почему меня не должны были пустить? А потому, вот пустили, хорошо, вы сами разговаривали. То есть, по вашему мнению, я не могу пройти в отделение полиции, если я не хочу этого сам. То есть, меня должны пустить или... Конечно, конечно. То есть, я не имею права... Зачем сюда пришли? Для того, чтобы... Подать заявление или что? В том числе, для того, чтобы зарегистрировать обращение. Пожалуйста, обращай. Обращение было зарегистрировано. Все хорошо. Снимать не надо, я вас еще раз... Нет. Подождите. Почему нельзя снимать? Потому, что здесь отдел полиции. Назовите, пожалуйста... Здесь хранится вооружение, боеприпасы... Мы не проходим... Здесь задержанные, доставленные. Извините, вы не имеете на это права. Да. Я поясню, что задержанных, доставленных мы не снимаем. Оружие, боеприпасы не находятся в общественном доступе. И, пожалуйста, назовите меня нормативный правоакт, который регулирует такое правоотношение. Вот здесь вы... Вы находитесь. Вот здесь. Здесь вы можете смотреть... Да. Дальше вы никуда не пойдете. А мы не проходим, и этого не требовалось, и мы вас об этом не просили. Вот. Нормативный правоакт, который регулирует отношения наши с вами, вы назвать не можете в плане видеосъемки. Я могу пояснить, что... Из закона полиции. Конечно. Статья восьмая, которая говорит о гласности и открытости действий для полиции. Я вам объясню. Что вы хотите, я вам отвечу. Вопросы все были... Нет, еще раз повторяю. У нас нет необходимости и просьб, или каких-либо требований, тем более, пройти дальше. Мы ограничиваемся тем пространством, которое является общедоступным для граждан. Но, к сожалению, по вашему мнению, это пространство тоже должно быть как-то закрыто, да, потому что у вас дверь там, да, и так далее. Но это не совсем корректно, потому что человек... Это ваше мнение. Нет, это мнение законодателя, который урегулировал это. Что должны в отдел полиции быть открыты двери. Что в отдел полиции должен проходить любой гражданин, который считает... Просто набрали звоночек, вам открыт. И попали, да. И попали. И этого никто, ну, как бы с этим никто не спорит, все хорошо, замечательно абсолютно. Телефон на горячиле не пускали, другое было. Ну, конечно, да, естественно, это было бы обращение в прокуратуру. Вот. Телефон на горячиле не здесь есть, у вас есть, это тоже, в принципе, положительно. Ну, единственное, что, как можно отметить, там, несколько изначально некорректное поведение дежурного, но, как бы, это уже будет, наверное, все же по итогам, да, и по мониторингу проведено все. Вот. Остальное, в принципе, все, как бы, да. Ну, могу разъяснить вам еще раз, что я на основании 152-й статьи .1 Гражданского кодекса, вот, про охрань, да, изображение, да, изображение, вот, именно полученное, которое, да, в противном видео или фотосъемке, запрещено опубликовывать, но, опять же, это не распространяется на должностных лиц. Вот, остальное, в принципе, все. Алло. Все. Спасибо. Спасибо большое вам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ты старший, ну, по званию, он вообще будет неодекватный. Хуже всех. Да, но, проблем только в том, что он просто, как бы, паниковал, он думал, что мы хотим дальше идти куда-то и так далее. Он еще постоянно нажимал кнопку на телефоне вот этого, которого он ничего не делал, просто там вот. Ну, это просто, как бы, я в квиттел, просто. Можно тоже в твиттел писал. Вот, да, наверное, что, все?